Амнон Фамарь Причем изнасилование своей собственной сестры Это все между детьми царя Давида происходит У него много детей Потому что много жены, естественно, они рожают периодически Вот у него есть сын Абшалом У него сестра Фамарь То есть от той же жены или Тамара Имя происходит именно Тамара От этого еврейского имени А вот его сын от другой жены Амнон Ее полюбил Так написано в тексте Глагол любить там Агав, еврейский глагол Ну и потом Я не буду пересказывать всей этой историей Амнон подстраивает такую Болезнь притворную Когда он просит, чтобы Тамара или Фамарь к нему пришла Его покормила И когда все уходят А она остается с ним наедине Он ее насилует И дальше удивительные слова Я читаю свой перевод Это с 15 стиха 13 главы А потом Амнону стала она отвратительной Было это отвращение Сильнее того влечения Которое он испытывал прежде И сказал ей Амнон Вставай и уходи В общем он прогнал ее Так вот Ну наверное все назовут это Не любовью А каким-то другим чувством Да Там похотью Желанием обладать Почему Библия называет это любовью Он полюбил ее Вот что когда любят То насилуют и прогоняют Это любовь такая Да Тот же самый глагол Любить Древнееврейское слово Ага Используется там Где-то речь про Любовь к ближнему Или любовь к Богу Как это можно Нужно как-то другое Наверное слово найти А вы знаете Прежде чем ответить На этот вопрос Я бы задался Другим вопросом А любил ли Сестру Тамару Абшалом ее брат Ну кажется любил Смотрите он ее встречает Вот тут дальше В 20 стихе Этой же главы Ее брат Абшалом Спросил ее Уж не брат ли твой Амнон был с тобой Но лучше молчи Ведь он твой брат Не принимает его к сердцу Изнасилованной сестре Такие слова сказать Да Это любовь Но с другой стороны Тамара стала жить В одиночестве В доме своего брата Абшалом Она обесчищена Ее замуж уже никто не возьмет Но брат о ней заботится Ну а потом Абшалом находит способ Или Абшалом Как он в старых переводах Находит способ Отомстить этому самому Амнону Убивает его В определенный момент Ну там целая большая история А царь Давид Своих детей любит Когда царь Давид Услышал об этих событиях Он сильно разгневался И Его сын Изнасиловал его дочь Вообще-то на месте отца Я бы как минимум Поговорил Да То есть я думаю Что Наверное Что-то еще Нужно было бы сделать Но Он сильно Разгневался И все Ну и дальше Через какое-то время Абшалом Абшалом убивает Амнона Потом Он убегает Потом возвращается Поднимает восстание Против своего отца Ну вот такая история Дворцовых переворотов И всего остального А где здесь любовь Любая семейная жизнь Не идиллия Везде есть соперничество Везде есть скандалы Непонимания Злоба Вражда Но не до такой же степени То есть это какая-то Прям семья Уголовников И алкоголиков Да Где Братья и сестры Друг друга Насилуют Убивают А отец вообще Никак не может С этим справиться И никак на это На все не реагирует Кто здесь Кого любит Такой мужчина Никто никого Но Смотря что мы Называем любовью Вот Смотрите С самого начала В этой В этой 13 главе Скажем Он полюбил Сын Давида От другой жены Амнон Вот Полюбил как Ну как люди любят Выпить Как люди любят Я не знаю Там развлечься То есть Получить удовольствие Ему приятно Получить удовольствие От этого процесса Вот это Его понимание любви А потом Авшалому Брату Фомаре Приятно получить Удовольствие От процесса Мести А Давиду Царю Вероятно Неприятно Было бы Лишать себя Удовольствия От общения Со своими детьми Даже если Эти дети Друг друга Насилуют И убивают Поэтому Он относится К ним Довольно безразлично Горюет Из-за смерти Амнона Потом Абшалом Абшалом Погибает Подняв Остание Но Вот получается Что любовь В этой главе Это желание Обладать Это желание Все взять себе И ничего не отдать Другому Желание Потешить Свои чувства Будь это Похоть Сексуальная Будь это Чувство Мести И злобы Будь это Допустим Ну вот Какое чувство Могло быть у Давидов В ситуации Когда он ничего не говорит Ну желание Чтобы все было Гладко Вот Нежелание Замечать Какие-то Неприятные Истории Даже Свой гнев Он Никак Не проявляет И Получается Что Словом Любовь Могут Называться Очень разные Вещи И тогда Эта глава Пусть она Такая Скандальная Пусть она Нужна Скорее Для объяснения Последующих Событий Убийства Мнона Метеж Ави Салама Афшалома Но Она задает Очень важный Вопрос Вот Когда люди Говорят друг другу Я тебя люблю Или когда Говорят о ком-то третьем Я его Ее люблю Что Они имеют Ввиду Я хочу Взять Все от жизни Хочу Насладиться Получить удовольствие Мне понравится Это Или Я готов Что-то сделать Чтобы Ей Ему Было Хорошо Вот Не всегда Люди задумываются А нам Тоже не задумывался Может потому Эта история Сюда и вошла Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись Этим видео Субтитры 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 Субтитры